Добрый день! На библейский портал Агдзигет поступили вопросы, о которых мы с вами поговорим. Первый я себе отметил вопрос о Библии. Он близок и на самом деле это то, что мы в юности проходили. Спрашивает читатель, как читать Библию, если там ничего не понятно. Но если вы придёте на собрание врачей, и все будут говорить на своём врачебном слонге, вы, наверное, тоже ничего не поймёте. Если вы придёте на собрание людей, которые занимаются компьютерами, и попробуйте их понять, я думаю, что в первый раз тоже это не получится. Любое собрание любых людей, оно формирует какой-то свой специфический сленг в зависимости от того, чем люди занимаются. Вот. И у Евангелия, у Библии есть тоже своя какая-то такая словесность, которую надо немножко даже не разумом понимать, а может быть даже сердцем. Поделюсь своим опытом личным. Когда я первый раз в жизни прочитал Евангелие и начал его читать второй раз, я понял, что я его ни разу не читал. Дочитал второй раз, начал третий. И понял, что я опять ни разу не читал. Что происходит? Я думаю, что происходит следующая ситуация. Господь открывает человеку ровно столько, сколько человек может понести. Если информация для человека чрезмерна, и он просто захлебнётся информативностью, но и духовностью, то Господь ограничивает как-то, и человек получает ровно столько, сколько ему надо. Но со временем, поднимаясь над своим предыдущим опытом, человек может лицезреть новую информацию с новой точки своей новой высоты. Это как всадник. Сначала ты был пехотинцем, потом тебя пересадили на коня, и ты уже видишь землю совершенно с другой точки зрения. В ипотерапии это очень часто применяется, когда человеку нужно, маленькому человеку, забитому, закомплексовому, надо дать понять, что он может смотреть на весь мир с большой точки, с его увидения, видения всадника. Вот то же самое Евангелие и Библия. Даже если вам там ничего непонятно, просто сделайте над собой такое усилие. Прочитать абзац из Евангелия или из Библии, это незатруднительно. Любому образованному человеку это стоит трёх-четырёх минут максимум. Но если каждый день читать хотя бы по дому абзацу, то за год вы прочитаете всё Евангелие. А если сейчас чуть побольше, то прочитайте всю Библию. Так вот, здесь дело, наверное, не в том, как вы это понимаете. Наступит то время, когда Господь вам откроет. И более того, если вы хотите на самом деле постигать Евангелие с духовной точки зрения, я думаю, что здесь без молитвы это не обойдётся. Если же у кого-то из вас недостаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрёков, и дастся Ему. Послание Якова 1.5. Так вот, прежде чем читать эту божественную книгу, необходимо попросить у Бога, чтобы дал Господь разуму понять то, что мы с вами читаем. Субтитры создавал DimaTorzok